Всем привет! Я не очень люблю игровые ноутбуки, вы знаете, часть из вас тоже не очень любят, потому что они тяжелые, громоздкие, большие, в рюкзаке их носить сложно. Но мне привезли 15-дюймовый новый HP Omen. Я смотрел предыдущую модель, которая предыдущие поколения, в прошлом году вышедшая. Это новый, пообещали, что он стал намного лучше, красивей, тоньше, легче, поэтому я решил все-таки на него посмотреть. По части дизайна, начнем сначала. Почему-то его делали до сих пор чуваки, которые уверены, что это очень модно и в геймерской среде котируется вот такой дизайн. Не знаю. Конечно, есть какая-то аудитория фанатов, которым нравится такое, но мне лично больше по душе, например, Razer Blade или Lenovo Legion, даже Xiaomi знают, что нравится геймерам их новый Mi Gaming ноутбук, он выглядит очень даже стильно. Ну а тут как бы классический игровой стиль, черный, красный. По дизайну они не сильно отошли, он, конечно, изменился чуть-чуть, где-то скошенные углы, порты поменяли с боков, порты уехали назад, теперь у нас по бокам довольно все лаконично, тут только USB, наушники и гарнитура, справа блок питания. Блок питания, кстати. Сейчас я его покажу. Вот такая прекрасная штука на 200 Вт по центру, то есть если у вас ноутбук будет далеко от розетки, то вот эта вот штукенция будет висеть ровно посередине. Не знаю, можно ли было сделать это получше, но хоть не такой большой. Да, порты все уехали назад, почему, потому что в предыдущем поколении была одна большая широкая петля и сзади портам места особо не было, они были по бокам. Теперь вместо одной петли две, по центру такой вот образовался островок и сюда все поместили. И тут уже у нас Type-C, DisplayPort, HDMI, еще один USB 3.0 и даже Ethernet, если к Wi-Fi не нравится. Ну никуда не делись эти воздухозаборники, вот эта вся вот гоночная суперкар-пижня, назовем ее так. Но в целом он стал тоньше, по массе примерно столько же. Может там он чуть-чуть как-то похудел, но 2,4 кг это довольно много. Я его несколько дней в рюкзаке оттаскал и скажу, что это такое удовольствие не из приятных. Открываем. Сразу скажу, я не первый раз его, конечно, открываю, поэтому могу сразу сказать, что вот эти вот петли и система открывания меня, конечно, смущает. Выглядит это хлипковато. Диагональ 15 дюймов, можете сами посмотреть, какие рамочки. В прошлогодней модели они были намного шире, теперь вот такие вот тоненькие, это сейчас тренд. 144 герца, G-Sync, это об этом мы позже поговорим, так что вполне такой геймерский конфиг вот части экрана. Показывать неплохо, правда с яркостью я бы, конечно, хотел бы чуть поярче, но вот это вот максимум. Такие дела. Ну и, конечно, я привык, чтобы при максимальном открывании экрана какой-то был какой-то ступор, чтобы ты понимал, что вот, вот это максимум, дальше уже не надо. А тут непонятно, больно ему или еще нет, можно ли еще дальше. Ну и, как бы, вот так он будет телепаться. Клавиатура мембранная с подсветкой, регулируется как через софт, так и есть еще клавиатурное сокращение. Можно отдельно WASD, можно всю, можно вообще ничего. Прекрасно. Ну, а как только я его открыл, запустил, сел и начал набирать какой-то текст, я понял, что что-то не то, у меня получалось какая-то абракадабра. Я какое-то время разбирался, пытался понять, в чем проблема, думал, может размер клавиш или расстояние между ними. Нет, оказалось, что когда мы с ноутбуками работаем, то ладони кладем относительно габаритов и тачпадов. Мы кладем руки автоматически примерно, примерно по центру, может чуть-чуть левее, то есть пальцы сами ложатся вот так. И здесь проблема в том, что клавиатура смещена чуть влево, и поэтому правая рука попадает не на те кнопки, на которые обычно. То есть через какое-то время привыкнуть к этому можно, но потом, если пересесть за другой ноутбук или за десктоп, как в моем случае рабочим, то все начинается сначала. Давай, Максим, на старости лет переучивайся туда-сюда. Внутри Core i7-8750H, 14 нм, все как положено. В паре к нему 1070, но не обычная стандартная, а с дизайном Max-Q. То бишь, вроде как полноценная, но экономно работающая с батарейкой, не такие высокие частоты, поэтому чуть можно считать врезанная. В памяти 32 гигабайта. Я думаю, что в принципе можно его выключить и приступить к вскрытию. Я вам покажу, что там внутри, где размещено и что надо поменять. Здесь все достаточно просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь винтиков. На надписи не обращайте внимания, тут написано прототип, это не продажный вариант, это сэмпл, это, кстати, касается и клавиатуры, на ней нет кириллицы, те, которые будут продажей, естественно, будут с кириллицей на клавиатуре. Ножки очень массивные, резиновые, чтобы точно было расстояние между столом и системой охлаждения. Везде на сайтах пишут, что на днище ноутбука есть окошечко, которое отвинчиваем и получаем доступ ко всем внутренностям. На самом деле это никакой не окошечко, это просто задняя панель, почему его называют окошечком, я не знаю, процедура стандартная. Итак, внутри у нас два вентилятора, тепловые трубки между ними, вот у нас накопитель M2, слот M2 только один, но есть еще вот такой вот жесткий диск, вместо него можно тоже поставить SSD. Кстати, этот жесткий диск заметен сразу, мы еще не открывали ноутбук, но уже было понятно, что он тут есть, потому что он ровно под правой ладони. Как только мы включаем ноутбук, здесь вибрация, сразу понятно, что тут стоит. Тут у нас, тут у нас, кто это у нас? NVMe, это понятно, производство, производство Samsung. Скорость мы потом его замерим отдельно. Планки памяти вот под такой вот защитой, их две, 32 гигабайта памяти. И батарейка, батарейка 70 ватт часов, вроде бы, вроде бы норм. Я читал про другие конфигурации этой модели, где хвалят автономность этого ноутбука. Я похвалить не могу, потому что, видимо, здесь уже сказывается то, что тут стоит i7-8750, 1070. У них были конфигурации послабее и там, видимо, автономность была лучше. У меня она не такая хорошая. Где-то часа три, после чего его нужно заряжать. То есть, просто посидеть где-то на пусике и поработать в другой комнате без зарядки, рабочий день не получится. Так, патолого-анатомическую часть мы закончили. Сейчас будем смотреть, на что он способен. Не удивляйтесь, сразу предупреждаю, что у меня мышка слева. Еле вша. Вот это вот Pubum, это акустика Bang & Olufsen. У HP давно уже сотрудничество с этой компанией, поэтому логотипчик вот здесь в правом углу, возле разъема для блока питания. Так, CrystalDiskMark у нас 3 гигабайта в секунду чтения, больше гигабайта запись. Это очень хорошо, в принципе, ничего другого, как бы я и не ожидал от NVMe модуля Samsung Ultra 1070, 1070 должно быть, все хорошо, 40, 46, 47, минимальный 1%, ну, как бы неплохо. Долго геймплея меня мучать не буду, с производительностью все понятно. И, кстати, минимальный FPS упал до 2, но это, скорее всего, в момент смерти переключения видов. Что у нас есть еще? Wildlands. Там, кстати, все не так хорошо, на Ultra уже особо не поиграешь, там где-то 25-30 FPS, я заранее скажу, сейчас увидите. Да, кстати, воздух не такой уж и горячий, но он еще не успел сильно напрячься от нашей игры, но довольно шумно. Ночью, если будете играть, то будет мешать окружающим. Кстати, очень хорошо, что USB вот в этой дальней части, они ближе, чтобы не мешать движению мышки. Если стол не такой большой, как здесь, и вам придется играть вот так, то разъем не мешает. Предупреждение о возможном вреде для здоровья при игре в видеоигры. Игре в видеоигры. Господи, кто писал этот текст? И здесь уже 40-43. Ну, играть можно, но не так комфортно. Я бы, конечно, понизил настроение. Сейчас мы куда-то поедем, и FPS вообще упадет. И, кстати, троттлинга я особо не вижу. Частота не падает. 46 с падениями до 33. Да, нормально. Ну, 46, конечно, я не очень люблю. Я думал, меня пришли поднимать, это как эта бабушка прибежала. В общем, если не носить, конечно, с собой его, то, в принципе, как такой настольный вариант с редким переносом с места на место, то хорошо. Я даже не знаю, что здесь нажимать. Вот здесь мы сейчас всю мощу и увидим. И 144 Гц, и G-Sync. 260-270 FPS. Прекрасно. Кстати, если выключить блок питания, сейчас все станет немного хуже, я думаю. Да, было 270, а стало 30-20 FPS. А, нет, нет, нет. Можно это выключить? Помогите! Да, ну это смешно. 280 FPS, но если выключить блок питания, то будет 30. Короче говоря, за исключением некоторых нюансов, это очень хороший игровой ноутбук. Если вам нужен игровой ноутбук такого формата, вы готовы его носить с собой или поставить дома просто на столе и играть вечерами, и не хотите десктоп, то вот вполне нормальный вариант. Очень даже неплохой и лучше, чем прошлогодняя модель Omen. Он стал тоньше, он стал интереснее в плане экрана 144 Гц. У него хорошая производительность, хорошая система охлаждения. Результаты тестов мы покажем картинками, чтобы вас сильно не задерживать. И, кстати, по этим картинкам 8750H в два раза быстрее TinyBench 15, чем 8250 Core i5. И, кстати, по поводу Core i5-8250U. Сейчас очень много ноутбуков с этим процессором. Это такой народный процессор, куча моделей выходит с ним. Ставьте лайк этому видео, если хотите увидеть в будущем. Мы соберем целую кучу таких ноутбуков и столкнем их лбами, посмотрим, какой из них лучше. Не по производительности, не только по производительности, но и по дизайну, по удобству, по портам, по всему. Ну, если не хотите видеть такой обзор, то все равно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики и ждите следующие видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok